Меган Марк или принц Гарри побывали в Великобритании на похоронах королевы в середине сентября и остались недовольны оказанным им приемом. Герцог и герцогиня Сосекские поспешили покинуть Лондон сразу после траурной церемонии, поскольку их родственники ясно дали понять, что теперь не особо считаться с их правами и капризами. Писательница Кэти Никол заявила, что Гарри и Меган демонстративно отказались навещать королевскую семью на рождественских каникулах, несмотря на личное приглашение Карла Третьего, Никол рассказала, Рождество всегда было особенным временем для королевской семьи. Его Величество собирается следовать традиции своей матери и провести праздник в Сандрингеме в этом году. Гарри и Меган были приглашены. Но, как мы понимаем, они не приедут в Великобританию, а проведут праздничные каникулы в Калифорнии. По словам Никол, Меган дала понять, что она и принц Гарри не планирует возвращаться в королевство, о чем заявила в недавнем интервью журналу Вариэти. 14 ноября Карлу Третьему исполнилось 74 года. Принц Гарри и Меган Маркель воздержались от публичных поздравлений в первый день рождения нового монарха. Герцоги Сосекские вновь демонстративно проигнорировали важное для короля событие. Букингемский дворец опубликовал новый официальный портрет Карла Третьего в день его рождения. К поздравлениям присоединились также принцы принцессы Уэльские, опубликовав пост в своих соцсетях. «Поздравляем его Величество короля с днем рождения», — обратились супруги к монарху. В то же время младший сын Карла Третьего и его жена не воспользовались возможностью сделать шаг к примирению. Супруги ничего не опубликовали в своих соцсетях и на сайте Арчуэлэль по случаю дня рождения короля, чего не могли не заметить поклонники. По слухам, причиной тому послужил конфликт между герцогами Сосекскими и Карлом Третьим. Не так давно Меган заявила, что ее муж потерял отца в ходе их отделения от королевской семьи. Известно, что громким заявлением принц Гарри серьезно обидел нового короля, усугубив и без того натянутые отношения. Принц Гарри и Меган Маркель старательно работают над тем, чтобы привлечь своих поклонников новым, а самое главное — эксклюзивным и современным контентом. В настоящее время герцоги сотрудничают с компанией, которая занимается продажей «земли» в метавселенной. Теперь сосекские хотят построить свой мир в виртуальной вселенной, сделав шаг навстречу эволюции интернет-технологий. К слову, первопроходцами в этой сфере стали Пэрис Хилтон, хип-хоп-исполнитель Снук Догога, а также поп-певец Джастин Бибер, который уже успел провести свой первый виртуальный сольный концерт на платформе УО. Поклонники же смогут окунуться в параллельную вселенную своих королевских кумиров, надев специальные наушники и очки, которые помогут погрузиться им в мир, где в одно целое объединенные аспекты физического мира, новейших технологий и дополненной реальности. Героями метавселенной принца Гарри и Меган Маркель станут они сами, герцоги представят цифровых «аватаров», которые будут максимально похожи на них. И Меган, и Гарри верят, что у них будет еще больше возможностей распространить свои идеи, ведь теперь они смогут присутствовать в материальном и виртуальных мирах одновременно. Сейчас они общаются с разными экспертами, ведь супруги хотят сделать свой бренд чем-то по-настоящему глобальным, заключили источники. К слову, в 2020 году карьера герцогов сосекских стремительно пошла вверх. Они основали свой благотворительный фонд Арчуэлль, подписали многомиллионный контракт со стриминговыми сервисами Netflix и Spotify, а теперь ведут переговоры с компанией Pax World, которая является движущей силой в сфере метавселенной. Королевские особы часто используют секретные имена, обращаясь друг к другу. Не исключением стала и новая королева-консорт, которая придумала не самое престижное прозвище для родителей Кейт Миддлтон. По словам источника, Камила Паркер-Боулс в шутку называет Кэрол и Майкла Миддлтон как героев ленты «Знакомство с факерами», известным благодаря образу эксцентричных родителей. Считается, что жена Карла Третьего неспросто ассоциирует их с героями комедийного фильма. Дело в том, что с появлением принца Джорджа Кэрол взяла большую часть обязанностей по воспитанию малыша на себя. Тем временем бабушка и дедушка юного наследника были лишены этой возможности. Кэрол заняла главенствующую позицию, диктуя, когда Джордж спит, а также когда и что он ест. В общем, она ведет себя как королева Кэрол, пояснил источник. Однако сын Камилы, Том Паркер-Боулс, опроверг слухи о вражде родственников. По его словам, принцесса Уэльская относится к жене короля с большим уважением. Вчера стало известно, что король Карл Третий накануне принял решение, которое позволит герцогу Сосекскому и принцу Эндрю выполнять его обязанности во время отсутствия монарха в стране по причине деловой поездки или болезни. Но, как оказалось, у них появились конкуренты. Издание People сообщает, что в минувший понедельник король Карл Третий начал процедуру назначения своей 72-летней сестры Анны и 56-летнего брата принца Эдварда новыми государственными советниками. Но эта должность также предполагает возможность заменять монарха, когда он выезжает из Лондона ради официальных визитов в другие страны или во время лечения от какого-либо заболевания. На данный момент таким правом обладают королева-консорт Камила Паркер Боулс, принц Уильям, принцесса Беатрис, принц Гарри и принц Эндрю. Но новое назначение ставит под угрозу присутствия в этом списке лишь двух последних из этого списка. Они попросту лишены права считаться работающими членами монаршей семьи, герцог Сосекский по собственному желанию отказался от этой должности, уехав в Штаты с Меганом АРКЛ, а принц Эндрю был исключен из списка статских советников после секс-скандала с Джеффри Эпштейном. Члены британского парламента считают, что это может вызвать своеобразный конфликт интересов, список доверенных лиц короля Карла Третьего слишком объемен и включение в него принцессы Анны и принца Эдварда может стать причиной автоматического удаления из него Эндрю и Гарри. Учитывая скандальную репутацию каждого из них, такую возможность нельзя исключать. Кейт Миддлтон почтила память принцессы Дианы во время службы в День памяти павших или Ремембранас Дэй в Лондоне. Принцесса Уэльская вышла на балкон с видом на военный мемориал в серьгах Леди Ди. Покойная супруга принца Чарльза несколько раз надевала это украшение с жемчугом южных морей, украшенное множеством бриллиантов, переходящих в крупную жемчужину. Кейт Миддлтон заменила бриллианты на мелкие драгоценные камни грушевидной формы. Свой образ она дополнила черной широкополой шляпой, которая очень напоминает аналогичный головной убор, в котором принцесса Диана появилась в 1991 году на поминальной службе. Днем ранее Миддлтон побывала на фестивале памяти в Альберт-холле в украшениях, которые ранее принадлежали королеве Елизавете Двум. Принц Гарри всегда отличался своим открытым и добрым сердцем, которое умеется переживать. Совсем недавно герцог написал письмо детям-сиротам, которые сейчас переживают самую большую душевную боль в своей жизни. Эксперты отмечают, что именно Сосекский сумел подобрать нужные слова, ведь много лет назад он сам прошел через это, когда его мать принцесса Диана погибла в автокатастрофе Парижского тоннеля Альма. Малыши, которым написал Гарри, дети погибших солдат, которые были частью вооруженных сил Великобритании. Организация Scotties Little Soldiers, которая занимается поддержкой молодежи, чьи родители погибли, исполняя воинский долг, была счастлива, что принц Гарри уделил время нуждающимся во внимании ребятам. Нас связывает один очень щепетильный момент. Мы с вами разделяем потерю родителей. Я не понаслышке знаю ту боль и горе, которые приходят с новостью о смерти твоих мамы или папы. Но знайте, вы не одиноки. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения героям Великобритании, которые положили свою жизнь на благо Соединенного Королевства. Поэтому я надеюсь, что вы сможете найти утешение и силу, а также поймете, что их любовь к вам продолжает жить несмотря ни на что. Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, прибыла вместе с принцем Уильямом в королевский Альберт Холл на фестиваль памяти Королевского Британского Легиона. Престолонаследник и его супруга были среди 11 высокопоставленных членов королевской семьи, сопровождавших короля Карла Третьего на этом традиционном масштабном мероприятии. Принцесса Уэльская выглядела сногсшибательно в великолепном черном платье селф-портрет с тремя маками, приколотыми к ее воротнику. Отдавая дань уважения покойной королеви, Кейт также дополнила свой наряд теми же бриллиантовыми колье и серьгами, которые надевала на похороны ее величество в сентябре. Среди других членов королевской семьи на фестивале присутствовали Карл Третий и его супруга Камилла, граф и графиня Уисекски, принцесса Анна, вице-адмирал, сэр Тим Лоуренс и другие. Кейт Миддлтон и принц Уильям сидели в первом ряду рядом с Карлом Третьим и королевой-консортом Камиллой в соответствии с иерархией. Мероприятие было посвящено памяти людей, которые участвовали в вооруженных конфликтах со времен Первой мировой войны. Кроме того, фестиваль воздаст дань уважения королеве Елизавете Двух, которая возглавляла вооруженные силы стран Содружества во время своего 70-летнего правления.